Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Ударили ножом за то, что сделал замечание. На автозаводе бывший полицейский попытался защитить продавщиц от пьяных покупателей. В итоге он сам оказался на больничной койке. Провели контрольную покупку, а затем пристыдили кассира. Активисты федерального проекта «Агенты» устроили пикет в ресторане быстрого питания против продажи алкоголя несовершеннолетним. Санкции в действии. Лосось уже подорожал в два раза. А что с ценами на другие продукты? Примут в дар дары осени. Нижегородцы могут поделиться урожаем рябины с питомцами зоопарка Лимпопо. Некрасивых не бывает. Они это точно знают. Международный день красоты. Расскажем о тех, кто ее делает. Об этих и других событиях вторника расскажем в ближайшие минуты. В студии Катерина Пескунова. Здравствуйте. В автозаводском районе бывшего полицейского порезали ножом за то, что он сделал замечание нетрезвым мужчинам. Они мешали работать кассиру в магазине и вели себя весьма грубо. Но после того, как приятелей попытался приструнить один из покупателей, они вышли из себя и отомстили нижегородцу. Евгения Иванова продолжит тему. На кадрах с камеры наблюдения видно, что двое мужчин долгое время стоят у кассы и не собираются уходить из магазина. При этом один ведет себя довольно свободно, периодически садится на корточки и размахивает руками. Грубая и громкая речь мешает работать продавцам. Тогда к нетрезвым приятелям подходит покупатель. Мужчина делает им замечание. Из магазина они выходят, но остаются около входа. Уже на улице сделавший замечание нижегородец говорит, что раньше работал в полиции. Этот факт еще больше выводит из себя дебоширов. Когда экс-сотрудник правоохранительных органов отказывается продолжить с ними спор и уходит, один из мужчин его догоняет и наносит три удара ножом. Пострадавший возвращается в магазин, где ему вызывают скорую и полицию. Первую помощь заступнику оказывают те же кассиры. Он просто попросил отойти, чтобы они не мешали мне работать. Но они агрессивны, если мы видим. Он спокойно, он просто сказал, отойдите, пожалуйста, не мешайте. Ему это не понравилось. Сейчас 46-летнему заступнику-продавщиц ничего не угрожает. Он находится в больнице, но уже идет на поправку. Подозреваемого задержали быстро. На данный момент он находится в СИЗО. На допросе мужчина сообщил, что не уверен, он ли присутствует на этой видеозаписи. Его приятель проходит по делу как свидетель. Задержанный 41-летний, также житель автозавода, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2003 году он был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. На допросе следователю пояснил, что не помнит произошедшие события. В указанный день вместе со своим товарищем употребил значительное количество алкоголя. Но этот случай далеко не единственный, когда пытаясь встать на сторону кого-либо, защитник и сам становится пострадавшим. Осенью прошлого года около одного из магазинов Дзержинска произошла драка со смертельным исходом. Тогда сын заступился за своего отца. Потасовка завязалась из-за того, что папа 22-летнего молодого человека, находясь в магазине, не смог мирно решить вопрос соседам по очереди. Один из покупателей захотел первым подойти к кассе. На замечание отца, молодого жителя Дзержинска, мужчина отреагировал агрессивно и предложил выйти на улицу. Там Кирилл, так звали погибшего, получил удар ножом в сердце. Другой громкий случай произошел в Нижнем Новгороде в мае прошлого года в микрорайоне Мещерское озеро. Конфликт разгорелся из-за того, что жители одного из домов по улице Акимова пытались перекрыть дорогу автомобилем, водители которых объезжали пробку. Владелец дорогой иномарки решил урегулировать спор силы и ударил пенсионера. На его защиту встал 25-летний местный житель. Но от удара бизнесмена молодой человек скончался. Приговор по этому делу до сих пор не вынесен. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до двух лет по статье «Причинение смерти по неосторожности». А что касается последнего случая в Автозаводском районе, то задержанному могут грозить до 15 лет тюрьмы по статье «Покушение на убийство». Евгения Иванова, Алексей Соколов, Служба новостей, Город. А сейчас небольшая сводка происшествий города и области. Человек погиб в результате аварии в Шахунском районе. На 260-м километре трассы Нижний Новгород-Киров столкнулись два грузовых автомобиля. По предварительным данным, водитель газовского грузовика, не имевший права управления транспортными средствами, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В результате аварии водитель газовского автомобиля получил смертельные ранения. Второй участник столкновения с травмами средней степени тяжести был отправлен в больницу. Принимать участие в ликвидации последствий двух ДТП в Нижнем Новгороде пришлось сотрудникам МЧС. В двух дорожно-транспортных происшествиях столкнулись четыре транспортных средства. В первом случае спасатели помогали устранять последствия аварии в Автозаводском районе на проспекте Ильича. Второе ДТП зафиксировано в Канавинском районе. Активисты федерального проекта «Агенты» провели пикет против продажи алкоголя несовершеннолетним в ресторанах быстрого обслуживания на улице Большой Покровской. По словам участников акции, основанием к ее проведению стали несколько случаев продажи спиртного подросткам в этих заведениях. В день акции активисты сделали контрольную закупку. Как сообщили организаторы, подростку продали пиво, не спросив при этом паспорт. Присцедить кассиров участники пикета также пытались с плакатами и лозунгами «Нет продажи алкоголя детям». Напомню, что подобные мероприятия в Нижнем Новгороде проходят на протяжении года. Институт политической психологии выяснил, кто из губернаторов, по мнению нижегородцев, больше всего сделал для Нижегородской области. 91% населения области назвали Валерия Шанцева самым результативным губернатором. Ближайший конкурент Валерия Шанцева в этом рейтинге – Иван Скляров. Он набрал в 24 раза меньше голосов. На третьем и четвертом местах Геннадий Хондарев и Борис Немцов с результатом менее 3%. Группа социологов Александра Прудника проводила социологическое исследование за счет собственных средств с 30 августа до 2 сентября. За это время было опрошено полторы тысячи респондентов. Сразу говорят, во-первых, результаты его работы. Во-вторых, мы в нем уверены, потому что за эти годы он уже показал, что он выполняет то, что обещает, и на него можно положиться. Деятельность Валерия Шанцева поддерживают не только нижегородцы. Мы решили проверить, как известные люди страны оценивают результаты труда действующего губернатора Нижегородской области. От легендарного советского хоккеиста до первой женщины-космонавта. Я вижу, как регион развивается. Я вижу, как много сделано для спорта. Во-первых, и стадион реконструировали, и команда играет в кандидатальной хоккейной лиге. Но самое главное, что он понимает, что через массовый спорт только рождаются звездочки. Он профессионал до мозга костей. Да, он очень требовательный бывает, но он все же справедливый. В коррупции не замечен. С ним можно говорить, его можно убеждать. Удивительный человек, добрый. Человек, который отстаивает интересы своего региона. Избирательная кампания по выборам губернатора области вышла на финишную прямую. Во вторник в областном избиркоме заявили о полной готовности к единому дню голосования. В этот раз впервые будут использоваться полупрозрачные и прозрачные урны. Все избирательные участки готовы к проведению дня голосования. Они оборудованы необходимыми информационными материалами. На этих участках впервые полномасштабно будут использоваться технологические оборудования, ящики для голосования только из полупрозрачного и прозрачного материала. Между тем, кандидаты на пост губернатора активно общаются с жителями, представляя им свои программы развития. Так Максим Сурайкин от «Коммунистов России» встретился с сотрудниками более десятка промышленных предприятий, где отметил необходимость наличия крупных государственных заказов. В государстве сейчас деньги есть, можно выбить и оборонные заказы, и бюджетные заказы. Самое главное, что еще есть и люди. Пост губернатора, он может позволить в федеральном правительстве выбить эти соответствующие заказы. И вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Санкции в действии. Лосось уже подорожал в два раза. А что с ценами на другие продукты? Примут в дар дары осени. Нижегородцы могут поделиться урожаем рябины с питомцами зоопарка Лимпопо. Некрасивых не бывает. Они это точно знают. Международный день красоты. Расскажем о тех, кто ее делает. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. С введением продовольственных санкций в Нижнем Новгороде и области стали расти цены. И виртуальный роддом появился в Нижнем Новгороде. Об этом и не только расскажет Анастасия Шивашова в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой» – народное финансирование «Алтын». Здравствуйте. В нижегородских магазинах в два раза подорожал лосось. С введением продовольственных санкций в Нижнем Новгороде и области стали расти цены и пропадать импортные товары. По данным Нижегородстата, продолжают расти цены на мясо и птицу. Например, говядина подорожала на 0,1%, свинина – на 0,6%. Поставщики обещают повышение цен на яйца. Пока оно составляет 1,3%. Сельхозплощадки будут работать в каждом районе города. 16 торговых точек во всех районах города откроются 15 сентября. Ярмарки развернутся вблизи крупных торговых центров и людных мест. Нижегородцы смогут купить сельскохозяйственную продукцию местных производителей по низким ценам. В Нижнем Новгороде появится виртуальный роддом. Инновационный комплекс откроется на базе родильного дома номер 4. Виртуальный роддом – это современный класс, оснащенный имитаторами родов. Уникальным оборудованием, на котором студенты, ординаторы и врачи смогут отрабатывать все этапы принятия родов. На реализацию проекта было выделено около 4 миллионов рублей. В городе Бор состоялось освящение храма в честь преподобного Сергия Радонежского. В этот же день был освящен и памятник преподобному Сергию. Также торжественно открыты православный детский сад и музей в честь святого. Праздничные мероприятия возглавил митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий. И это были все новости короткой строкой за вторник, 9 сентября. Во вторник свой профессиональный праздник отметили те, кому мы обязаны за безупречный внешний вид. 9 сентября во всем мире отмечается Международный день красоты. Элегантное платье или костюм, оригинальная прическа или цвет волос. Или все великолепие в душе. В этот день наш корреспондент Екатерина Вологина пообщалась с теми, кто создает красоту. Встречают, как говорится, по одежке. Как должен сидеть костюм, знает нижегородский дизайнер одежды Павел Рябинин. Именно в его нарядах дефилирует претендент кинотитул «Мисс Нижний Новгород». Любимый элемент – мотивы художественных промыслов. Мужская мода – это очень консервативная мода. И там особо не пофантазируешь. А в женской моде можешь как раз проявить полностью свою фантазию, свои идеи. И те образы, которые рождаются в голове. Павел рос в маленьком городе Заволжье. И еще в школе, перелистывая глянцевые журналы, для себя решил, что хочет создавать моду. Учеба на биофаке университета желание создавать наряда не отбило. Первые наброски дизайнер вспоминает с улыбкой. Хотя некоторые идеи все-таки воплотил в жизнь. В голове больше рождается некий образ. При этом здесь уже нет привязки четко к человеку. Здесь непосредственно то изделие, которое я хочу сделать. Тот принт, та пропорция, тот цвет, который я хочу воплотить в жизнь. Самое сложное в создании коллекции, по словам Павла, найти материалы. Нужную по фактуре ткань или ручную вышивку. Я такой еще никогда не была. Первый городской телеканал запустил новый проект «Большая перемена». Нижегородка мы предлагаем полностью перевоплотиться за несколько часов. Парикмахер-визажист Екатерина Сенцова умеет сделать глаза выразительные, а прическу эффектнее. В эту профессию девушку привел детский спор. Подстригла подружку своего брата. Я тоже думаю, что мне слабо, что ли. Взяла и подстригла своего. С тех пор родители тут же начали у меня стричься. Это было в девятом классе. Так же и пошли потянулись и родственники, и знакомые, и друзья. Опыт стрижки Екатерина Сенцова оттачивала в салонах красоты. А через несколько лет открыла и свою студию. Признается, что самое интересное начинается тогда, когда клиент садится в кресло. Но все же, по мнению Екатерины, главная красота не в прическе и не в макияже. Вы оденьте там свое любимое платье, накрасите по любимому глаза, то есть вот именно полюбите свое отражение в зеркале, вот только тогда вы будете красивы. Вы красивы не из-за того, что вы там красиво подстрижены, красиво уложены. Да, конечно, это вымытая чистая голова, то есть это первоочередное, да. Но все-таки главное, когда красота идет изнутри. Паталоны женской красоты менялись в каждую эпоху. В каменном веке ценилась выносливость, поэтому идеальная женщина была обязательно полной. Девушки древнего Египта были стройнее и уже пользовались подводкой для глаз. Красота стала настоящим культом в Древней Греции и Риме. Там заговорили о правильных пропорциях. Интересно, что современный знаменитый стандарт 90-60 на 90 скорее надуман, ведь ни одна супермодель такими формами не обладает. Так, самая известная нижегородка Наталья Водянова при росте метр семьдесят пять и идеальной талии до двух других стандартов не дотягивает. Американская киноактриса Скарлис Йоханссон, наоборот, при невысоком росте обладает крупными формами. Анджелина Джоли, кажется, создала новый идеал. Киноактрису уже не раз признавали самой красивой. Но те, кто красоту создают, вспоминают слова Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Екатерина Вологина, Александр Батраков, Служба новостей, Город. В праздничный день в группе Первого городского телеканала мы решили провести опрос и составить рейтинг самых красивых, по мнению наших зрителей, нижегородцев. В лидеры выбились супермодель Наталья Водянова и актриса Екатерина Вилкова. Из красавчиков-мужчин назвали народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, писателя Захара Прилепина и хоккеиста Михаила Варнакова. Анастасия Кузнецова не скромничала и назвала себя самой красивой. Максим Осьминкин, как любящий муж, написал, что самая красивая, самая обаятельная и привлекательная для него – это его жена Оксана. Но все-таки большинство наших зрителей свой идеал красоты нашли в своих детях. Эти маленькие ангелы каждый день радуют своих родителей улыбками и новыми победами. В зоопарке Лимпопо стартовала акция по сбору ягод – черноплодная рябина, калина, клюква и брусника. Эти ягоды все нижегородцы могут приносить в дар зоопарку. Лучших сборщиков ягод будут награждать бесплатным походом в Лимпопо. Угоститься вкусной ягодой рад почти каждый житель зоопарка. Уже второй год подряд Лимпопо готовить на зиму запасы помогают нижегородцы. Благодаря помощи неравнодушных жителей города и области в прошлом году зоопарк принял и заготовил на зиму более 560 килограмм рябины, черноплодки, калины, а также сухофрукты, кабачки, яблоки, груши и прочие вкусности для животных. Больше всех, как ни странно, у нас собрали в том году школьники из Сокольского района. Вот они целым классом как раз приходили к нам бесплатно в зоопарк. Кто в этом году будет в числе победителей, самых активных участников мы не знаем, но надеемся, что за год нижегородцы не изменили себе и остались такими же отзывчивыми. Также любят наших животных и захотят помочь им в заготовке кормов. Ягоды на зиму засушат или заморозят, а те, что останутся, отдадут животным свежими. Всю зиму жители зоопарка смогут получать вкусный и полезный десерт. Рябина ягода очень полезная, очень полезная. В ней содержится 80% воды, в ней очень много макро- и микроэлементов, очень много содержания витамина. Витамина С даже больше, чем в лимонах, витамина А больше, чем в моркови. Но, несмотря на пользу, неправильное кормление животного ягодами может нанести ему вред. Поэтому сотрудники зоопарка просят воздержаться от самостоятельного кормления животных. Принести же ягоды для заготовки на зиму можно в любой будний день в администрацию Лимбопо. Теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. В ночь на 9 сентября нижегородцы могли наблюдать, как Луна сблизилась с Землей. Астрономическое явление под названием «Суперлуния» не осталось без внимания пользователей социальных сетей. Полную Луну запечатлели во всей красе. Получилось очень таинственно и мистично. Горящие днем фонари на проспекте Ленина тоже показались Ивану Евгеньеву явлением мистическим. Оказалось, все просто. Днем фонари включают, чтобы проверить их на профпригодность и отремонтировать, если что-то не в порядке. Карета «Мобиль» припарковался на улице Рождественской и тут же собрал вокруг себя толпу зевак. Красота прошлого и прогрессивные технологии – все это для того, чтобы возить молодоженов. Сфотографировала необычный транспорт Александра Лебедева. Встретил посетителей необычной песней. Осел из Нижегородской базы отдыха стал звездой Ютуба. Сначала посетители думают, что ему плохо, а на самом деле Ослик так поет. Ваши фото и видео также могут дополнить наш эфир. Но для этого, выкладывая их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». Далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что хорошего произошло в их жизни. И вот какие ответы мы услышали. Смотрим ваши хорошие новости. В садик собираемся. Все замечательно, хорошо. Хорошими новостями. Дети в школу пошли. Хорошие новости. И музыкальные, и такое. Поеду в деревню. Проголосовала за нашего губернатора. Все в хорошем новости. Окончание работ на даче. Урожай сбор, заготовка на зиму. Вот это сейчас самое основное. Учеба. Начало учебы на первом курсе. Пока все здорово, все нравится. Ну, сегодня планируется флешмоб. Ну, в канун праздновать день первокурсника. Там будут разыгрываться билеты. Я думаю, будет очень весело. Хорошая новость, наверное, та, что мы поступили в университет. И у нас такая хорошая группа. Мы все сдружились. И преподаватели нам очень нравятся. И в завершении по традиции о погоде. Прогноз на среду представит Юлия Карабасова. У нее последняя информация от синоптиков. Юля, здравствуй. Тебе слово. Добрый вечер, Катя. По народному календарю 10 сентября – день Савы-Скиртника. Этот день так называли, поскольку завершалась последняя уборка хлебов. Ввозили с полей снопы, которые укладывали скирды. В народе примечали. Красное небо на закате – к ненастной погоде. По прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Новгороде температура воздуха прогреется до плюс 18 градусов. Переменная облачность. Ночью столбики термометров не поднимутся выше плюс 13 градусов. На этом выпуск завершен. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте, адрес которого вы видите на своих экранах. Но информационный блок на этом не заканчивается. Далее новости для потребителей. Срок службы автомобиля напрямую зависит от того, какое моторное масло использует водитель. Но как не заблудиться в широком ассортименте автомасел? Ведущая рубрики «Страна советов» Елена Демидова расскажет, по каким критериям надо выбирать масло для двигателя. Я же Катерина Пескунова с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и оставайтесь на Первом городском. Мотор маслом не испортишь, хорошим маслом. В противном случае сердце машины, если не остановится, то биться будет уже не так ровно. К выбору автомасла надо подходить серьезно. О том, какую жидкость заливать в двигатель, расскажем прямо сейчас. Во-первых, о том, какое моторное масло надо использовать, говорится в руководстве по эксплуатации автомобиля. Но немногие водители пользуются этой подсказкой. Некоторые даже с трудом могут вспомнить, где хранится эта книжка. В этом случае в помощь придет интернет или консультант соответствующего магазина. По современным прилавкам автомасла текут рекой. Как не заблудиться в столь широком ассортименте? Нужно ответить на четыре вопроса. Первый. Зависит ли выбор масла от марки автомобиля и от ее пробега? Да, зависит. Производители сами рекомендуют масла автовладельцам. Список совместимых моделей машин написан на упаковке. У нас в России принято заливать на старые автомобили масло погуще. Для того, чтобы компенсировать износ, увеличенные зазоры, снизить угар масла. Но тем самым мы добиваемся повышенный износ двигателя. Из-за плохой прокачиванности масла по системе. Желательно заливать на весь срок службы масло, которое было залито изначально. То, которое будет рекомендовано на этот автомобиль, на конкретный автомобиль заводного заготовителя. Синтетика или полусинтетика? Этот вопрос мучает многих автолюбителей. Мало кто понимает, в чем различие этих типов. Кстати, существует еще третий тип – минеральная основа масла. Изначально синтетические масла – они лучшие. Во-первых, они держат долгое время свои свойства. Лучше прокачиваются по системе. Лучше защищают двигатель от износа. Лучше убирают отложения из системы. Но если в старый двигатель долгое время было залито минеральное масло, то смысла нет переходить на более дорогое синтетическое масло, так как это может отразиться на сальниках, уплотнениях в системе. То есть, другими словами, масло может потечь. У полусинтетических масел запас эксплуатационных свойств ниже, чем у синтетического масла. Они стоят дешевле, но они все-таки лучше минеральных масел. Во-первых, по той же самой прокачиваемости по системе, по защите от износа и по размыванию отложений в старых двигателях. Следующий важный показатель – вязкость масла. На упаковке густота автомасла выражается в двух цифрах и букве. Первое число и буква «В» вне зашифровано слово «Винтер» – «Зима». Отвечает за возможность использования масла при той или иной максимальной минусовой температуре зимой. Определить температуру поможет формула. Возьмем, к примеру, 5W, вычитаем 35, получаем минус 30. Именно такой мороз не страшен этому маслу. Вторая цифра обозначает коэффициент вязкости масла при рабочей температуре двигателя. Чем ниже цифра, тем масло более жидкое. Чем цифра больше, тем масло при рабочей температуре двигателя более густое. Но все-таки нужно руководствоваться предписанием завода и заготовителя. То есть в каждой книжке по автомобилю рекомендована универсальная вязкость для конкретного авто. Среди водителей бытует мнение, что чем гуще масло, тем оно надежнее защищает двигатель. На самом деле это не так. Чем гуще масло, это коэффициенты 50-60, возможно закоксование двигателя отложениями и преждевременный выход из строя двигателя. Ну и последний вопрос. Зависит ли выбор масла от времени года? Многие водители в магазинах до сих пор спрашивают сезонные масла. На самом деле 90% выпускаемых моторных масел все сезонные. Я рекомендую для наших климатических условий выбирать первый коэффициент вязкости 5В и 0В. На масле, как советуют специалисты, лучше не экономить. Спросите, что может произойти, если использовать неподходящую жидкость. Двигатель отслужит раньше времени, увеличится расход топлива, да и само масло придется подливать намного чаще. Когда выбираешь масло, надо обращать внимание и на внешний вид упаковки. Если масло оригинальное, этикетка аккуратно наклеена, дата выпуска четко обозначена, также указаны серия и номер партии автомасла. Подобрать моторное масло вам помогут в сети фирменных магазинов «Маслюныч». Автомасла в разлив и в традиционной упаковке. От «Роснефть» до «Ликвимоли». Для легковых автомобилей большегрузов и мототехники. «Маслюныч» около 10 лет специализируется на продаже моторных масел. Помимо основного товара в просторных магазинах есть аккумуляторы и автохимия. А также пылесосы, дворники, инструменты и ароматизаторы. Все на любой кошелек. Кроме покупок «Маслюныч» предлагает дополнительные услуги. Замену масла в двигателе и бесплатную экспресс-замену масла. Кстати, недавно в Нижнем Новгороде открылся еще один магазин. Новый «Маслёныч» расположился в Сормовском районе по адресу улица Коминтерна, дом 47А, корпус 1. «Маслёныч» – магазин правильного автомасла. Телефон 8 800 37 01 34. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова